Вот так выглядит отчет о реализации одной из государственных программ по развитию рынка газомоторного топлива. Трехэтажные формулы, коэффициенты, множество сокращений. Неподготовленному человеку разобраться в этом обилии цифр сложно. Помочь решить проблему могут эксперты группы «Открытая власть». Она работает в рамках стратегической программы развития региона «10 точек роста». Одна из задач специалистов – разработать методы и инструменты, которые сделают информацию о деятельности органов власти доступной. Сегодня открытость власти очень актуальна. Все люди хотят четко видеть их позицию, представлять, что творится. Надо что-то делать общее и собирать, разрабатывать сервисы, которые помогают собрать на одном месте, на одной площадке все услуги, все данные, всю информацию, которая должна быть открытой. Одно из решений, предложенных экспертами – использовать принципы открытой отчетности. По ним уже давно работают ведущие мировые компании. Вся ключевая информация предоставляется в виде инфографики, удобных таблиц, системы гиперссылок. Раскрытие информации с трех позиций. Информация, связанная со стратегическими целями, которые решаются для экономического развития региона. Второй момент, и он тоже у всех интересен, это момент, связанный с социальным развитием региона. И это тоже второй раздел отчетностей. Ну и третий, это каким образом решается задача развития инфраструктуры. Ключевой момент в развитии региона – прямой диалог власти и жителей. Наладить его, по мнению экспертов группы «Открытая власть», поможет единый интернет-портал для обращений граждан. Создание единого информационного окна позволит гражданам в удобной для них форме общаться с властью, написать свои обращения, получать публичные ответы, проводить обсуждения тех или иных инициатив власти. Но инициативы мало просто обсуждать. Любая работа нуждается в оценке по заданным критериям. Их разработкой также занимаются участники группы «Открытая власть». Здесь сегодня мы предлагаем разработать некое состояние области к 2025 году, в котором мы с вами хотели все жить, и уже отталкиваться от этого состояния будущего, попытаться разработать критерии оценки будущего положения Роткландской области. Участники экспертной группы представили 10 перспективных проектов. Все они прошли своеобразный краш-тест. Три лучших в начале февраля будут предложены для включения в программу развития региона «10 точек роста». Павел Волков, Денис Сахаров. День в событиях.